Соломочкой, да, берете вот таким образом. Я бы поаплодировал сейчас, уважаемые жители, в тюрьме. Я бы сейчас готовил. Вот, аккуратно, пожалуйста. Кому? Мне. Так, кстати, приправы для плова какие-то нужны нам? Ты знаешь, я принесла приправку, которую нам подарили, когда мы были в Ташкенте. Там очень много всего. От Самарканда до Ташкента. Бандерас, мы с вами, Узбекистан. Там куркума, там зира. Зира, куркума, барбарис. Барбарис. Это настоящая приправа и сумасшедшая просто. Слушайте, на каком этапе ее нужно добавить, ты знаешь, да? Да, я потом расскажу. Я готов наливать масло. Так как у нас много мяса и много овощей, мяса у нас не... Я думаю, хватит. И масло мы должны как следует, да? Мясо порезанное. Знаешь, я однажды тут готовил плов вместе с знаменитой теннисисткой Настей Мыскиной. И мы как-то делали... Бросали туда луковичку и вынимали потом чесночинку. Нет, чесночинка у меня другой рецепт. Другой рецепт. Да, чесночинка. Отлично. Слушайте, ну расскажите мне, пожалуйста, и нашим зрителям вот еще о чем. О чем живут участники группы Бандерас, помимо музыки? Расскажите о ваших увлечениях. Нам было бы интересно узнать, что Батюшта свободная от выступления в коллективе Время, например, увлекается вышиванием. Я буду банален, Иван, я сплю. Ты спишь, да? Да, сон дренаж. Ой-ой. Так что у меня в этом плане все так. Ты можешь в следующий раз отвечать короче. Я не хочу отвечать на твой вопрос. И будет, и это будет гораздо лучше для всех. Так, уже начинает обжариваться. Чем-то? Так, у нас огонь сильный, надо на сильный огонь. Сильный огонь, максимальный. Вот. Так, не пригорает? Нет, не пригорает. Мясо уже дает сок. Я думаю, что можно лук дать. Туда закладывать. Мясо жарится, лук отправляется к мясу прямо сейчас, да? Да, я не могу. Отправляется лук к мясу. Словно веселые кролики. Участники Руббандерас. Кто быстрее, Таня или Батюшта, строгают морковочку? Пожалуйста, ребята, это сделайте. У нас сейчас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И узнайте, что хип-хоп в переводе с азербайджанского означает «Схема разделки говяжьей туши». Я хотел бы подарить тебе имя, но сегодня это вряд ли возможно. Из открытого письма Антонио Бандераса участникам группы Бандерас. Дорогие друзья, смартфоники на канале. Здрасте. У нас в гостях сегодня группа Бандерас. И мы готовим с группой Бандерас сегодня... Плов. 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 Так, мы готовим чеснок, потому что чеснок у нас во голове всего плова будет. Сверху? Внутри. Внутри, да? Да, внутри. Именно такой головкой. То есть не нужно ничего... То есть не надо ничего чистить, просто когда мы засыпем рис. То есть то, что вот такое, да, то, что вот так вот отходит, нужно убрать. Да, нужно убрать просто такие верхние слои. Хорошо. Ну, раз вы мне рассказали, что вы бывали в Узбекистане... Кстати, из всех стран, в которых вы были, расскажите, вас же наверняка угощали местными национальными блюдами. Ну, вот расскажите, что вам запомнилось, что вам понравилось и вкус чего до сих пор сохранился в вашей памяти. Я не помню, честно говоря, что я ел дыню. Ты ел дыню? Дыню. Медовую алматы. Я ел дыню. Сумасшедшая. По-моему, тебе стоит написать книгу. Я ел дыню. Все-таки, что не рассказ, то бриллиант. Нам надо, чтобы это поджаривалось. Наша группа организовалась просто. Мы собрались и стали петь. Что вы делаете? Расскажи глава. Моя поездка в Среднюю Азию. Я ел дыню. Следующая глава. Так. Хватит резать морковку. Все, перестань. Это у тебя нервное уже все. А что на столе все? Все вот сюда. Все спокойно. Что дальше? Наташа. Морковь. Морковь мы опускаем и тушим все это дело вместе. Моркови у нас много. Моркови у нас много. Это замечательно, потому что рис, плов, он должен быть такой желтый, красивый, овощной, мясной. Рис должен быть желтый. Желтоватый, да. Желтоватый. Но это же еще и зависит. А когда мы добавляем вот эти ваши знамитые? А вот сейчас мы чуть-чуть потушим морковь. Она у нас будет мягкая. И тогда мы добавим. Посолить. Посолить. Да. Так, Наташа, скажи, мы же, смотри, у нас все готово. Три ножа, три доски. Нам нужно уже думать насчет салата. Ну, я уже давно. Так что мы варим яйца. Мы варим яйца. Сколько нужно есть для салата, который, как, кстати, называется? Навруз. Салат Навруз. Ты почему сейчас живешь себе как Навруз? Я тоже в недоумении, Иван. А знаете, что такое Навруз? Что такое Навруз? Это Новый год. Новый день в переводе. Это тюркские народности. Тюркские народности. Говорят? Празднуют в День равноденствия весеннего. Это замечательный праздник. Навруз. Как Новый год, да. Как Новый год. Ну, прекрасно. И салат называется новогодний салат. Салат замечательный. Новый день. Новый день. Для Нового дня нам нужно сколько вареных яиц, Наташа? Ух, давайте четыре, может. Четыре вареных яйца. Что нужно, Ваня? Нужно, вот скажи, девочки, когда-нибудь, вы пробовали что-нибудь, что готовил Батишка? Когда-нибудь? А, нет. Давайте пойдем по другому пути. Батишка, ты когда-нибудь что-нибудь готовил? Очень давно. Ну, серьезно? Вот это первый раз за пять лет. Давайте похлопаем Батишке. О, Батишка. Слушайте, ну вот, ты знаешь что, и как здорово, что тебе сегодня, вот в этот день, мы дали такие задания, как почистить морковь, порезать. Отварить яйца. Отварить яйца. Давай. Держи. Ты знаешь, как варить яйца? По всей видимости, я должен взять победа, да? Маленькая, но победа. Нет, победу брать не нужно. Нужно взять кастрюльку, наполнить ее водой, положить туда яйца сначала, тебе будет удобнее, потому что, когда яйца бросаешь в воду, это напоминает нагрелась ручка? Да, очень. Кстати, воду можно посолить. Воду можно посолить. Для чего? Это не третий. Вот, вы посмотрите. Две трети воды. Две трети воды, одна треть спирта. Это другой рецепт, Батишка. Вот, просто здесь все. Здесь, вот смотрите. Наташа, что нужно нам сейчас... Так, уже время пришло кидать этот замечательный, да. Узбекскую приправу для плова. Да. Да. Ты поставил яйца. Я даже... Смотри, какой запах пошел. Вот, запахло Узбекистаном. Открываем? Да. Нужно посолить их еще. Батишка посоли яйца. Не обязательно, но... Для чего? Чтобы они не треснули. Не треснули. Что нам нужно еще, кроме вот этого всего? Так, это должно томиться сейчас. Томиться, может быть, тогда поменьше огонь, тогда, чтобы томилось? Нет, сначала пусть оно томится так, а потом мы убавим. А потом убавим. Значит, ребят, начать резать салат. Как салат называется, пожалуйста, Батишка? Память, проверка на... С Новым годом, Новый день. Телезрители догадались, что салат называется Навруз. Навруз? Да. Прекрасно. Навруз. Так в некоторых странах называют маму Ксении Собчак. Все нужно резать. Резать соломочкой, меленько, тоненько, чтобы было красиво. Опять соломочкой? Да. Что мы режем соломочкой? Салатик. Редисочкой. Редисочкой. Соломочкой. Ну, может быть, вот так вот мы нарезаем. Да? Вот такой вот соломкой, да? Я думаю, что рис на подходе. Рис на подходе сейчас, да? Ты взяла уже рис. Да. Я хочу обратить внимание наших телезрителей, что Наташа уже взяла рис. Наташа, какое у тебя коронное блюдо? Скажи, ты это явно готовишь больше, чем батишка. Ты знаешь, я решила, что коронное... Вот сделаю самое мое коронное блюдо. Это, кстати, плов. Это, кстати, плов. Как вы догадались. Тань, ты пробовала, Таня, плов, Наташа? Ради этого и пришла, да. Ради этого в группу пришла, я так понимаю. Да, да, да. Так, хорошо. Отлично. И надо засыпать? Да. Маленький огонь? Нет, пока мы засыпем. Засыпаем. Как нужно засыпать? Нужно очень ровно, 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 чтобы везде он был на одном уровне. На одном уровне, да? Да. Ровно, ровно мы... Засыпаем все это дело. Все, засыпаем. Так не говорили в пионерском лагере. Засыпаем. Все, засыпаем, ребята. Главное сделать ровненький слой риса. Вот. И теперь нужно, наверное, можно прям рукой, да? Смотри, есть какая штука. Смотри, смотри. Оп. Увиденность. Да? Надо же, давай, ровно. А, ты прям так вдавливаешь его туда, да? Ну, так чуть-чуть. Я просто ровняю, чтобы это было аккуратно. Вот смотрите. Мне просто приятнее это делать. Приятно, конечно, руками. Теперь очень важный момент. Нужно аккуратненько наливать медленно-медленно воду с одного края. Вообще, на самом деле, для этого используют иногда ножик или ложечку. Да, ложечку, да, чтобы просто не повредить. Смотри, может быть, мы вот такую штучку возьмем. Смотри. Оранжевый силиконовый скребок. Скребок. Попробуй как. Смотри, смотри. По скребку. Отлично. Я не хотел бы вас отвлекать. Ты нас и не отвлечешь. Что мы делаем дальше, Наталья? Вы работаете в группе Бандераса. Селень или салат. Салат? Да. А как салат? Может быть, резать ножницами? Можем ножницами. А можно рвать руками? Да. Ребята, вопрос, ответ на который меня и всех наших зрителей давно интересовал. Кто из вас сколько в группе получает? Нет, когда новый альбом? Когда новый альбом? Новый альбом. Тань, ты не знаешь, когда у нас новый альбом? А звонок другу можно сделать? Не, ну серьезно. Ну, вы же как-то... Сколько вот проходит времени между записями альбома, потом вы видите, там, клипы, туры, гастроли, песни становятся хитами, мы все поем, под них танцуем, а потом... Что-то вы замолчали. Или вы... Подождите. А вы о чем? Я говорю про ваш альбом, я про вашу непосредственную деятельность. Батыш, ты редиской себе рот не затыкай. А нужно резать вот это? Обалдеть. Мне это снится, что ли? Я когда мечтаю, что я музыкант, мне представляется, что все у меня спрашивают, когда новый альбом. Ребята, когда новый альбом? Я как у Азовского у вас спрашиваю. Саня, ты не могла бы подать что-нибудь? Я, конечно, тебе все подам. Можно вот это? Давай вот это, почему нет? Я, пожалуй, лучок возьму. Итак, Иван. Я не могу тебе. Ребята, можно я задам вопрос, который я еще не задавал? Когда новый альбом? Нет, если вам проще ответить на вопрос, кто сколько зарабатывает в группе, так ответьте на него. Сачок, Иван, а вы на мне ответили на вопрос, чем же вы занимаетесь в свободное время? Вот хобби ваше. Ах, мое хобби вас интересует? Конечно. Я люблю слушать альбомы группы Бандера, Таня. А какие песни вы любите? С нового альбома. Банечка, у нас еще одна проблема. Миссия с тобой. Нам нужно чеснок вот так вот взять его. Ну, ты все сделала, ты молодец. Одну штуку посередине, да? Да. Больше специй не надо. Альбом – это такой процесс творческий. Конечно. Это вот основа есть какая-то, например, но ты приходишь на студию, ты слушаешь это все под гитарку, ты начинаешь петь эту мелодическую линию, и дальше рождается такая... И рождается уже, то есть творог. Творческий процесс присутствует. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Слава богу! Хорошо, ребят. Я бы с удовольствием хотел это послушать, послушать, как Батишта расскажет про то, как он пишет рэп, как девочки придумывают вокальные партии. Но гораздо интереснее сейчас и важнее, чтобы Наташа порезала салат, чтобы плов, может быть, еще меньше огонь сделать. Не получается. Тогда давай мы это сделаем. Потому что ни в коем случае нельзя открывать его. Да, я правильно понимаю? Да. Все. Танечка, это... Это несанкционирование. Значит, я напоминаю, друзья, что у нас происходит. На маленьком огне у нас готовится плов. Ингредиенты салата. Вареные яйца, которые только закипели. Я убавляю под ними огонь. Салат-латук. Салат-латук, который разрезается ножницами Батишты. Порезанный зеленый лук и редис. Наташа разбирается с зеленью. Ну, как, знаете, в кассе. А у нас, друзья, короткая рекламная фауза, после которой мы вернемся. Вы знаете, почему в Вологодской области хреном вызывают не только приправу, но еще и мало знакомых людей. Дорогие друзья, с вас на первом канале. У нас в гостях сегодня группа Бандерас. Мы вместе с группой Бандерас сегодня готовим плов и салат, который называется Наврус. Я правильно все сказал? Салат Наврус у нас практически готов. Вот сейчас достерегает Батишта салат-латук для салата Наврус. Давай, Батишту, еще несколько кулинарных советов. Батишта, ты знаешь, как проверить, сварилось яйцо или нет? Делать то, что делают диджеи. Круто не яйцо! Все. Раскрути его. Я не знал, что салат Наврус. 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 Что салат Наврус такой... А если бы оно было сырое? Значит... Нелепая па сейчас я изобразил. Нелепая па. Да. Так, нелепая па – это не автобиографическая книга сына Сергея Зверева. Нелепая па. Как нам нужно порезать? Покажите, пожалуйста, Иван. Это не мне, это Наташа может попросить. Она Наташ. Наташа, как пополовиночки, может, или измельчить? Измельчить. Измельчить, пожалуйста, Наташа. Да, делайте с ними, что хотите. Задумался сейчас, Батишту ты. Ну, там еще одна. Слушай, ну, я хочу сказать, Батишту, вот тебе я хочу сказать, конечно, я просто снимаю перед тобой заранее снятую шляпу. В чем подвох? Подвоха нет, теперь каждый знает слово Батишту. И ассоциируется оно уже не с Португалией, а именно с тобой. Я не буду тебя спрашивать, я тебя как-то, по-моему, спрашивал, когда ты еще, когда я еще работал на канале, четыре года назад, на каком канале? На канале Грибоедова я еще тогда работал. В Петербурге дворником. Ну, что там? Пока еще тишина. Пока тишина? Да. А что бы ты хотела, чтобы там было тишина? Ну, просто сверху рис еще не доварился. Еще не доварился, но он же еще пока все там происходит. Томится. Томится. А что-то он не светлый или он больно? А вы хотите кетчупу добавить? Вот! Кетчуп! Самое главное, везде, помните, кетчуп Балтик. С нами. Татарский томатный адмирал. И вот теперь, друзья, вот я лично, поскольку у нас практически все готово. Ребята, я хочу предложить вам сделать следующее. В нашей программе мы иногда... Иван, откройте, пожалуйста. Смотрите, ребят, это просто слишком удобно. И просто... Нам нужна сметана еще, да, для заправки салата? Да, наверное, вот таким образом. Подожди, подойдем. Ты хочешь достать перец горошком? Нет, я его хочу измельчить. Тогда измельчить. Смотри. Все уже, да, чуть-чуть уже. Да? Еще? Я думаю, хватит. Значит, я вам хочу сообщить следующее. Итак, рецепт салата Навруз. Это мелко порезанная зелень. Какая зелень у нас? Укроп. Кинза. Кинза. Любая зелень. Можно петрушка, да? Зеленый лук. Зеленый лук обязательно. Редис. Вареное яйцо. И салат латук. Латук. И сметана. Теперь у нас сметана, смотри, половина. А вот огурец сюда не надо, да? Вообще можно вместо редиса огурец. Значит, я хочу выразить, Наташа, я хочу тебе предложить сейчас просто оставить как есть. Пускай плов готовится сам. Пускай. Я предлагаю вам, ребята... А, музыкальную паузу. Музыкальную паузу. Я... Мы иногда здесь поем песню, которую специально для группы Бандерас написал великий композитор Жабим. Более того, написал ее и первоначально она исполняется, конечно, в португальском языке. И тут мы сразу понимаем, почему батишта в группе. И понимаете, все это так сложно. Почему человек с красивым именем русским Прохор вдруг называет себя батиштой? В общем... Но петь мы ее будем на английском. На английском, да. Мы будем петь песню на английском. Выступление будет. Чек-чек. Еще раз. Еще раз. И... Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом салате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак... Вполне сойдет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мясо? А мясо? Мясо. Мясо хорошее. Замечательный аромат. Мне кажется, немножко не хватает соли, но это кому как. Да мы тебя проверяли. У нас в телевидении ты могла сказать, что всего хватает. Не хватает соли. Помните, друзья, что соли... Можно и добавить. Можно и добавить. Потом вы... А что с салатом, как у нас? Он, в принципе, должен шикарно дополнять плов. Свежий, прекрасный салат. Дорогие друзья, теперь рецепт плова. Наташа, я буду говорить, потому что насколько я запомнил, если я запомнил, значит запомнили все телезрители. Разогреваем кастрюлю с прочными стенками с тяжелым домом. Добавляем тут достаточно много растительного масла. Да, накаляем. Накаляем масло. Забрасываем мясо, через какое-то время лук. Лук, да. Все это хорошечко обжариваем. Добавляем морковку. Еще жарим, 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 жарим. Добавляем приправку. Да, добавляем приправку для плова. На любом рынке это все есть. Не надо было лететь за этим в Узбекистан, устраивать какие-то сомнительные гастроли. Значит, на самом деле это есть действительно везде, но если у вас есть знакомые группы, которые летают в Узбекистан на гастроли, вам повезло, можно заказывать. После этого вы это все перемешиваете и сверху ровным слоем... Солите обязательно. Обязательно. И сверху ровным слоем засыпаете рис. Выложили и доливаете туда воды. Аккуратно так, чтобы рис не было дырок никаких. Заливаете водой. Буквально сантиметра в пять. Над рисом. Да. После чего вы закрываете это очень... В центр вдавливаете чесночину, целую головку чеснока. Закрываете очень плотной крышкой на очень маленький огонь и все. Правильно? Да. И ждем, когда все это поспеет. И ждем, когда все это поспеет. Дорогие телезрители, я не могу... Я вижу в ваших глазах благодарность группе Бандерас. Спасибо, Батишта. Как будто кричите вы сейчас. И для того, чтобы ребята не остались только с благодарностью, у нас есть для вас подарки и призы. Вы тарелки раздвиньте. От нашего спонсора корзинно-ароматного, душистого цивонского чай-ак-бар. Чай-ак-бар – это неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. Это для вас. Это еще не все. Это только лишь часть. Всемирно известный производитель посуды компания Тапуэр дарит вам инновационные изделия, сковороду-гриль от шефа и набор контейнеров модерн с эластичными крышками. Тапуэр – это модно, стильно и выгодно. Вот это все тоже для вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, спасибо вам огромное. Я хочу еще раз объявить о том, что сегодня у нас в СМАКе готовила группа Бандера. Спрошу им поаплодировать. Спасибо, ребят. Сейчас я вернусь. Мы будем доведать и делить ваши призы. Ну а сейчас у нас, друзья, небольшая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что куркума в переводе с тюркского означает «курящая крестная мать». До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ